Ас-саляму алейкум, с вами Ислам-ТВ. Когда речь заходит о пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах, зачастую поднимают вопрос, почему у него было столько жён. На самом деле, наличие у пророка, мир ему и благословение Всевышнего, нескольких жён имело особое значение. И оно оказало существенное влияние не только на распространение ислама, но и на всемирную историю в целом. Целью, которой руководствовался посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, да приветствует, было выполнение его миссии Божьего посланника, а также приведение общества шариату. Он сделал всё, что было в его силах, для достижения данной цели. Налаживал связи с различными народами Аравии, поддерживал отношения с их руководителями, заключал мирные договоры со своими заклятыми врагами. И его женитьбы были одним из способов налаживания отношений с различными влиятельными народами. Если рассматривать его браки с этой позиции, то причины заключения им браков станут ясны. Было бы глупо и неверно списывать их на низменные мотивы. Против таких мотивов говорит, в частности, тот факт, что из одиннадцати его жен десять были либо вдовами, либо разведёнными, причём большинство были вдовами. Чтобы понять истинные причины заключения такого количества браков, рассмотрим их по отдельности. 1. Свой первый брак пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, заключился вдовой Хадиджей, да будет доволен ею Аллах, которая ранее была дважды замужем. На момент заключения брака ему было 25 лет, а ей 40. Она стала первой женщиной, принявшей ислам, и была настоящей опорой для пророка, мир ему и благословения Всевышнего. Он продолжал помнить о ней даже после её смерти, как самую любимую жену. Женаты они были 25 лет, и всё это время она была его единственной женой. Умерла Хадиджа, да будет доволен ею Аллах, когда ей было 65, а пророку, мир ему и благословения Всевышнего, 50 лет. Если б посланник Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, руководствовался похотью, в которой его обвиняют критики, то он мог бы уже тогда жениться сразу на нескольких молодых и красивых девушках. В те времена это было нормой. Если б пророк, да благословит его Аллах, руководствовался низменными мотивами, то зачем ему было в течение 25 лет оставаться верным одной единственной жене, которая была на 15 лет старше его? Одного этого факта достаточно для опровержения обвинений в адрес посланника Аллаха, мир ему и благословения Всевышнего, по этому вопросу. Но мы рассмотрим все его браки, которые говорят сами за себя. Второе. После смерти Хадиджи, да будет доволен ею Аллах, пророк, мир ему и благословения Всевышнего, женился на другой вдове, Савди, да будет доволен ею Аллах. Ей было на тот момент 65 лет. В свое время она со своим мужем Сакраном переселилась в Эфиопию, спасаясь от гонений со стороны мекканских язычников. Во время возвращения супругов в Мекку Сакран умер. Видя тяжелое положение, в котором оказалась Савда, пророк, да благословит его Всевышний, женился на ней. Третье. Следующий брак пророка был на Айше, да будет доволен ею Аллах. Дочерью верного, друга Абу-Бакра, да будет доволен им Аллах. Из всех жен Айше, да будет доволен ею Аллах, единственная девственница, и лишь она, одна из всех жен, появилась на свет в семье мусульман. Одной из целей пророка, да благословит его Всевышний, в этом браке было укрепление братских уз с Абу-Бакром, который был его главным защитником от притеснений со стороны язычников. Во-вторых, Айше родилась в семье, славящейся честью и умом. Пророк, да благословит его Аллах, понимал, что она может принести огромную пользу мусульманам, передавая знания о его жизни, особенно той, что касается семьи, дома и личных отношений, которые не видны посторонним. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, «Сам советовал людям учиться половине религиозных знаний у Айше, да будет доволен ею Аллах». И можно лишь поражаться дальновидности пророка, да благословит его Аллах, ведь в течение 45 лет после его смерти Айша, да будет доволен ею Аллах, была одним из главных источников пророческих знаний. Четвертое. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, также женился на Хавсе, да будет доволен ею Аллах. Она была дочерью Умара, да будет доволен им Аллах, второго его близкого сподвижника. Ее муж Хунейс погиб в битве при Бадре. Посланник Аллаха, мир ему и благословение, считал этот брак долгом перед Умаром, который принес огромную пользу мусульманам, защищая их в Мекке от врагов. Пятое. Зайнаб, дочь Хузеймы. Еще одна вдова, на которой женился пророк, да благословит его Всевышний. Прежде она была замужем за Убайдой, сыном Хариса, который погиб в битве при Бадре. Ее называли матерью обездоленных. Зайнаб было 60, когда посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, женился на ней. Она умерла через 2-3 месяца после заключения брака. Шестое. Ум Саляма тоже была вдовой. Ее прежний муж Абу Саляма погиб в битве при Ухуде, оставив четырех сирот. Ум Саляма, да будет доволен ею Аллах, была беременна на момент смерти мужа и не знала, что теперь ей делать. Случившееся с супругом повергло ее в шок. Она крайне нуждалась в поддержке. После того, как она родила ребенка, умор, да будет доволен им Аллах, предложил пророку, да благословит его Аллах, взять ее в жены. Он дал свое согласие, и брак был заключен. Разве могли быть у пророка, да благословит его Всевышний иные причины, кроме любви, милосердия и сострадания, когда он в 54-летнем возрасте брал в жены вдову с четырьмя сиротами? Был еще один важный фактор. Ум Саляма происходило из рода Махзума. В этот род входили Абу Джахль и Халид Ибн Валид, которые на тот момент были одними из главных врагов ислама. Хотя этот брак не произвел изменений в поведении Абу Джахля, но зато Халид принял ислам и стал полководцем. Седьмое. Зайнаб, дочь Джахше. Прежде была замужем за Зайдом, рабом, которого освободил пророк, да благословит его Аллах. Она приходилась посланнику Аллаха, да благословит его Всевышний, двоюродной сестрой. Зайд развелся с ней. На момент заключения брака ей было 38 лет. Этот брак преследовал цель показать недействительность старого арабского обычая приравнивания усыновленных к родным детям. Поскольку Мухаммада, да благословит его Аллах, считали приемным отцом Зайда, брак с его прежней женой показывал, что называть пророка отцом Зайда неправильно. Данный брак был заключен Всевышним, как о том говорится в Коране, смысловой перевод. «Когда же Зайд исполнил свое желание и развелся с женой, мы женили тебя на ней, чтобы у верующих не было затруднений относительно жен своих приемных сыновей, после того, как они полностью разведутся с ними». Повеление Аллаха всегда исполняется. Сура Аляхзаб, аят 37. Восьмое. Ум Хабиба, да будет доволен ею Аллах, была еще одной вдовой, на которой женился пророк, да благословит его Аллах. Она приходилась дочерью Абу Суфьяну, который долгое время жестко противостоял исламу. Поначалу Ум Хабиба была замужем за Убайдуллой. Он был мусульманином, но когда супруги, спасаясь от гонений язычников, переселились в Эфиопию, Убайдулла принял христианство и впоследствии умер. Получилось, что отец Ум Хабибы был врагом ислама, а муж ее тоже покинул ислам. Понимая, каким временем все это легло Наум Хабибу, посланник Аллаха, да благословит его Всевышний, направил делегацию к Эфиопскому царю с целью заключения брака. На тот момент ей было 36-37 лет. Как и в случае со многими другими браками, его женитьба Наум Хабибе привела родственников невесты к исламу. Этими родственниками был известный курайшитский род Абду-Шамса. Девятое. Посланник Аллаха, мир ему и благословение Всевышнего, также женился на вдове по имени Джувайрия, да будет доволен ею Аллах. Ее отец и муж были врагами ислама. Отец, подстрекаемый меканскими язычниками, планировал нападение на Медину, из-за чего мусульманская армия выступила против его клана. Этот поход привел к поражению, а также к смерти мужа Джувайрии. Результатом похода также явилось взятие в плен многих ее соплеменников, среди которых была и она сама. Отец Джувайрии предложил выкуп за свою дочь. Но она попросила остаться на службе у пророка, да благословит его Аллах, и по ее просьбе он женился на ней. Данный брак привел к освобождению всех пленных, ведь они были ее родственниками. В очередной раз брак привел к установлению мира и дружеских отношений между различными кланами. Десятое. София, да будет доволен ею Аллах, тоже была вдовой. Ее второй муж погиб в битве при Хайбаре. Ее отец был руководителем известного иудейского рода Назиритов и был убит в том же сражении. София оказалась пленницей, но ее в итоге освободили, и пророк, да благословит его Всевышний и приветствует, женился на ней. Одиннадцатое. Последний брак посланника Аллаха, да благословит его Всевышний, заключил с разведенной Маймуной, да будет доволен ею Аллах. До этого она дважды была замужем. Когда пророк, мир ему и благословение, женился на ней, она была уже весьма пожилой. Пророку, да благословит его Аллах, было 57. Данный брак был предложен Аббасом, дядей пророка. Он надеялся, что это приведет род Маймуны к исламу. Так и случилось. После заключения данного брака, ее родственники массово принимали ислам. Как видим, браки посланника Аллаха, да благословит его Всевышний, были обусловлены отнюдь не его прихотями и страстью. Их спланировал Всевышний. После заключительного брака с Маймуной, Аллах велел пророку больше не заключать браки. Смысловой перевод. «Впредь тебе не разрешается жениться на других женщинах и заменять их новыми женами, даже если их красота тебя поразит. Исключение составляют невольницы. От Аллаха не скроется ничего». Сура аляхзаб. Аят 52. Поскольку цели его браков были к тому моменту уже достигнуты, и пророческая миссия была близка к своему завершению. Все это не означает, что пророк, да благословит его Аллах, руководствовался лишь холодным расчетом. Он любил красоту, и женщин, и без ложной скромности признавал это. Он говорил, «Приятные ароматы, и женщины привлекательны мне, но отрада моих глаз в молитве». До новых встреч! Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатугу.